Дорогие друзья, это Дмитрий Гассин. Я рассказываю о книгах, о музыке, о кино. Говорит, показывает вопадом. И сегодня речь пойдет о сборнике повестей, предназначенном для старших подростков. Это «Осколки. Возьми меня за руку» Эльвира Смелик и «Любовь по чертежам» Марина Тараненко. Повести с разными героями, тематически перекликающиеся довольно слабо, но на самом деле по духу, по смыслу своему, очень подходящие друг к другу. Дополняющие как ансамбль, как бы картину мира, которая мне крайне симпатична. В «Осколках» Эльвира Смелик реализуется очень простая идея. На самом деле нам показана картина того, что происходит в голове подростка, когда его родители разводятся. Это слишком частая беда, чтобы оставлять какие-то умолчания, недоговоренности. И на фоне того, что происходит вообще в жизни Агаты, а это неприятие мира, это такая соня из седьмого бы очередная, это, конечно, метание собственное, это совершенно омерзительные эпизоды с приставанием пацанчика, такого молодого одноклассника. На самом деле он ничего плохого-то не хочет. Он просто думает, ну о чем думает мальчик в эпоху взросления. Ну правильно догадались, конечно. Но боже, как это травмирует ее. Агате это действительно очень неприятно, по-настоящему неприятно. Почему? Не потому что она не готова, а потому что каким-то серьезным отношением, как это обычно называется в тексте, а потому что у нее беда, у нее совершенно другое на душе. Она переживает катастрофу, она видит, как угасает ее мама на ее глазах, она совершенно не способна сейчас на таке это. Но, понимаете, люди удивительно нечутки друг к другу. И какой-то совершенно случайный знакомый, вот тот самый Мирослав, значит, или мир в повести, когда она спрашивает, ну почему мир это так пафосно, ну а тогда слава это что, лучше что ли? Ну действительно, имя, которое как ни сократить, будет звучать довольно странно. Значит, тем не менее, этот прекрасный, загадочный, зеленоглазый, то ли сторож, то ли студент, это совершенно случайный, понимает в ней и видит в ней гораздо больше, чем тот же самый одноклассник, который как бы ухаживает, как бы позвал погулять, как бы может ей задавать вопросы и пообщаться на разные темы, да? Но на самом деле он этого не будет делать, его интересует совершенно другое. Осколки – это очень интересная повесть и с точки зрения сюжета строения, композиции, да? У нее есть маленький эпилог «Возьми меня за руку». Он намного меньше по объему, и это та самая фантастически удачная, на мой взгляд, попытка реализовать открытый финал. Потому что есть такая штука, ну как можно реализовать открытый финал? Вот Алексей Толстой честно сказал, я не закончил Петра Первого, потому что я не вижу своих героев взрослыми, постаревшими, посидевшими, обрюзшими, да? Они для меня навсегда молодыми, как вот начало эпохи реформ и перемен в России. Вот прямо вот для меня Петр Первый и все его сподвижники, вот они такие, молодые такие, значит, вот. Я их не вижу. Но он классик, ему можно было. А что делать автору подростковой повести, а? Как быть? Как вот следующую ступень показать? Надо уже брать других персонажей и другую жизнь, поскольку провести по всему лабиринту одного и того же героя, создать вот образ универсальный и для 12-летнего читателя, и для 16-летнего читателя очень и очень сложно. Это считанные разы, там, не будем вспоминать классику, там, можно начать очень издалека от Марка Твена. И вот открытый финал. Что делать? И, значит, Эльвира Смелик пишет вариант развития событий. Возьми меня за руку, это повесть о том, что могло случиться, а могло и не случиться с Мирославом. Если вы дочитаете до конца, обязательно дочитайте подряд сначала осколки, а потом возьми меня за руку. И тогда будет правильное впечатление, на мой взгляд, очень полное, очень емкое. Дочитайте до конца, и вы поймете, как это здорово, что в конце автор не ставит значительное многоточие, а прописывает с нажимом плотно, что и именно как получилось. И почему постепенно человек научился жить без него, думать о чем-то другом. Этап прошел, взросление, поменялось что-то внутри Агаты, и поменялся мир вокруг нее, и сложился из осколков снова в целостную картину, в которой можно жить, в той зеркало, в которой можно смотреться без слез. Потому что даже взглядом можно порезаться, разбитое зеркало. Настолько в определенные моменты мы не защищены от этого мира. «Любовь по чертежам» Марина Тараненко – это повесть совсем в другом жанре. Она умело, я бы сказал, цирковой ловкостью, мимикрирует под комедию, под подростковую комедию положений и типажей. Так вот все весело. Знаете, это такая школьная повесть про старшеклассников, которые участвуют в конкурсе на лучший видеосюжет, видеофильм. Снимают у них там самодеятельный, сразу организовался в этом самодеятельном коллективе талантливый режиссер, актеры. Монтажом занимается один сценарий, другой. Там начинается плестись интрига. Классы, естественно, соперничают, у кого фильм будет лучше. Также появляется идея выкрасть сценарий с конкурентов, заимствовать все их лучшие идеи и каким-то образом обыграть их в своем фильме, чтобы переплюнуть их. Это совершенно потрясающе. Но это все очень ловко, здорово, а повесть гораздо, намного серьезнее. Там есть несколько моментов, которые меня просто порадовали, как читателя довольно большой объем юношеской подростковой литературы прочитавшего. Ну, во-первых, ДГД. Дневник глазами друга. Это совершенно здорово придумано. Вы понимаете, вот эти все тетрадки, дневнички, анкетки, но это больше такое девочковое занятие. У нас-то были в основном уставы пиратского корабля, карты острова сокровищ, клятвы мушкетеров и так далее. Потом уже попозже чертежи звезды смерти. А у девочек было свое. Вот это вот обязательное рукописное наследие любого детства, оно существует у всех. Но иногда оно выливается во что-то большее. Это какие-то зачатки литературного творчества, возможно. Вот здесь совершенно простая и гениальная идея, когда друзья пишут друг о друге. Пишут для своих, для вот этого круга. Пишут не на публику. И поэтому получается не пафосно, а просторечно, очень-очень достоверно. Совершенно потрясающе. Обмениваясь такими записями, они как бы видят себя со стороны. В подростковом возрасте, когда два самых страшных страха преследуют тебя днем и ночью, неотступно два демона, да? Боже, какой ужас, я такой же, как все. И второй страх. Боже, какой ужас, я не такой, как все. И тебя разрывают на части вот этими противоположными страхами. Умение посмотреть на себя со стороны еще не сформировано. Это очень сложно. Вот эти вот дневники глазами друга, это как раз умение посмотреть на себя со стороны при помощи вот такого вот приема, такой своеобразной игры между друзьями. Дальше будет много всего интересного. Конечно, вот я с таким корыстным, просто со свойским интересом следил за судьбой Йорки, потому что оказаться в этой самой чертовой френд-зоне, когда, ну, ясно же, что здесь нечто большее, чем просто дружба, но, 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 тысячу раз но. Вот. Это очень интересно. И увидите, что Марина Тараненко блестяще вышла из этой коллизии, да, вырулила. И все-таки Йорку в конце и не жалко, и не обидно за него, а как-то даже веришь в него, понимая, что человек действительно будет счастлив. Потому что у него есть такие друзья. Огромное спасибо автору за эпизод «Блуждание в лесу». Потому что это только кажется на первый взгляд, когда вы о чем-то думаете уже, у вас свои, может быть, дети подрастают, что нет, есть какие-то границы к человеческому идиотизму. Нет этих границ! Нет этих границ! И подросток, это на самом деле мыслящий и уже вполне себе созревший человек, думающий человек. Он может вполне назвать себя идиотом, если он того заслуживает. А героиня, безусловно, заслуживает. Особенно в тот драматичнейший момент, когда у нее стал садиться мобильник, и осталась в зарядке там одна полосочка, да, она посреди темного леса, и даже компас, и GPS, и все, что связывает ее с цивилизованным миром, в этом угасающем телефоне. Ну, конечно, разумеется, мы-то с вами взяли бы с собой и компас отдельно, да, и какую-нибудь суперрацию, или хотя бы просто пауэрбанк, да, зарядку дополнительную для самовильника. Но подросток, когда он в растрепанных чувствах, как нахохлившаяся птица, садится на первую случайную электричку, бросается искать, не скажу вам что, потому что иначе я раскрою сюжет книгу. Конечно, она куда-то с целью поехала в этот загородный регион, скажем так, значит, найти там важную для нее встречу. Но она встречу-то найдет, и все нормально. Но выходит она прежде всего, в конечном итоге, вот с этим полуразраздившимся телефоном, вернее, практически разраздившимся на полянку, где сидят молодые люди, приветствующие ее такими непотребными восклицаниями. Ох-ох-ох-ох-ох. И если вы думаете, что это матертые уголовники, абсолютно синюшные, значит, от принятого и от наколок, вот, и это какие-то жуткие злодеи, садисты-маньяки, да нет же, это просто нормальная, распоясывающаяся молодежь, которая от своей безнаказанности, хотя бы на словах говорит то, что вы прочтете. Спасибо автору за эту сцену. Потому что злодей, он не выглядит как злодей, он не выходит на сцену с оперным пафосом, и не говорит, я маньяк, я злодей с черной душой, я сейчас сделаю с тобой первое, второе, третье и десерт. О-хо-хо-хо-хо. Он не говорит этого. Это просто пьяная, даже гопниками их язык не поворачивается назвать, просто пьяная молодежь. А дальше, а дальше мог быть совсем другой сюжет, который мне не нравится, и который даже и в мыслях не было описывать у автора. Просто понимаете, большое спасибо за реализм, за то, чтобы подросток, прочитав это, хоть какой-то небольшой процент, подумал, ну, дважды головой о том, что даже будучи в растрепанных чувствах, надо все-таки оставаться примерно, ну, как бы вот в этой реальности, да, все-таки быть реалистом, да, не вешать все на судьбу, на авось, на то, что все само обойдется, как-нибудь самоустроиться. Ноги сами найдут дорогу, как это верно сказано в повести. Вот такая любовь по чертежам. Ах, да, конечно же, почему по чертежам? Что же ты у нас за такой Айзек Азимов с законными робототехниками? Забудьте, выкиньте из головы. Хорошая подростковая повесть. Здесь чертежи – это просто геометрия и уроки чертения, которые никак не даются главной героине. Вот. И когда действительно ты пытаешься что-то строить, помните ключевой поворотный момент фильма «Амили», который я очень люблю? Если мне удастся, да, если, да, тогда я буду вмешиваться в жизнь других людей, я буду что-то делать сама, да, говорить себе Амилию. И начинает действовать. Вот эта вот дружба, эта атмосфера сложностей на пустом месте, которая неизбежно есть, но которая вовсе не так смешна и забавна, и легковесна, как кажется нам, якобы повзрослевшим, многомудрым, все знающим, ни малейшей снисходительности, ни малейшего презрения к проблемам человека в 14 лет. Это очень важная черта по-настоящему хорошей подростковой повести. Вот это вот все, включая радостную атмосферу, еще раз повторюсь, то, что говорил в самом начале, «Любовь по чертежам» умело маскируется под подростковую комедию. На самом деле, повесть гораздо глубже. Это очень-очень хорошая картина мира, и очень-очень хорошая, симпатичная мне, с педагогической, если угодно, точкой зрения, да, повесть. Вот такой сборник. По-моему, читать не обчитаться. Все, интрига, первая любовь, разочарование, глубокие психологические проблемы и их решения, значит, такая напряженная, я бы сказал, кровопролитная дружба и радостная вражда. Да, значит, ну, человек, там есть, есть прекрасный, например, в «Любви по чертежам», опять же, герой, который, значит, день прожит зря, если не сделана гадость. Вот. Ну, просто так бывает. Вот это тоже показано совершенно реалистично, бесприместно. Все в этих книгах есть. Читайте, по-моему, получите колоссальное удовольствие, какого бы возраста вы ни были. Это настоящая проза, она, пусть и предназначена, в первую очередь для подростков, будет интересна, и взрослым читателям тоже, конечно же. Спасибо за внимание.